Всем привет, с вами Герман, и сегодня мы продолжаем играть в криминальную Россию мультиплеер. И куда же мы сегодня едем? Какие догадки есть у кого? Ну, в принципе, тут никаких догадок не нужно по названию видео, я думаю, что вы всё поняли. Я купил автомобиль себе, сейчас мы едем за ним. Узнаем, какой автомобиль, нам уже совсем чуть-чуть осталось. Я сел на автобус, появился в Арзамасе в больнице и поехал туда, где у меня должен стоять автомобиль. Нас почему-то повезли не по маршруту, к которому должен ехать водитель, а как-то, знаете, он сам выбрал себе путь. Но, неважно, главное, что нас довезёт до тут, докуда нужно, и мы возьмём машину, я надеюсь, у меня её там ещё не угнали. Но вот я вижу, вроде белая Волга моя стоит, купил я всё-таки белую Волгу, давай, доводи меня. И я выхожу. Что-то у неё спинкам совсем плохо, так всё не лагает, но, короче, приехали. Вот моя Волга. Как-то она выглядит. Давайте в неё сядем. Отличный автомобиль стоит... Сколько у нас получается? Он стоит 100 тысяч. 100 тысяч рублей стоит вот такой автомобиль. Этот автомобиль я купил не потому, что он, типа, быстрый, мощный, я не знаю, там, что-то ещё, а только потому, что, действительно, это очень красивая машина. Это классика. Такие машины уже не часто встретишь на дорогах. Действительно хороший автомобиль. Я... Почему я взял белый цвет автомобиля? Автомобиль в белом цвете. Потому что, я так посмотрел, практически все ездят на чёрных машинах, а белых нет ни у кого. Волг таких. Ну и вот я взял, значит, белую. Знаете, ничуть не пожалел. Машина офигенно выглядит. Особенно, знаете, в тёмное время суток. Я имею в виду, когда на сервере уже ночь. Очень красиво это всё смотрится. Очень интересно. Ну а мы с вами сегодня что будем делать? Мы сегодня с вами просто покатаемся на Волге. Когда я начинал обозревать криминальную Россию, все её интересные места, я начал ездить по городам, рассматривать их повнимательнее. Но в Арзамасе мы были много раз. Мы с вами не были... Вот, сейчас я по карте покажу. Нужно припарковаться аккуратно. Всё-таки машина наша. Так. Мы с вами не были вот в этой части. Вообще никак. Никогда не были. И... Так, карта, не закрывайся. И вот в этой части. Вот тут тоже города есть. Ну, я думаю, что сегодня мы съездим вот в этот город. Посмотрим его. И там как-нибудь, если дорогу найдём, может быть, вернёмся вот сюда. Куда? Сюда. Вот сюда куда-нибудь вернёмся, в автосалон. Ну, посмотрим, как всё получится, не получится. Вот. Волга у меня не быстрая. Машина всего лишь 70 км в час едет. Если быть точным, 69. Но, знаете, мне этого хватает. Мне скорость не важна. В автомобиле, главное, не скорость. Выглядит, конечно, просто шикарно. Единственное, что она разбивается, знаете, так очень хорошо. То есть, если вы поедете по дороге, которую тут сделали сами модераторы сервера, не игровые дороги, то у вас есть вероятность того, что если вы, допустим, будете спускаться или подниматься по такой самодельной дороге, то у вас может бампер помяться вот так вот. Вот это вот, конечно, не очень хорошо. Так что в этом плане машина не очень надёжная. Ну, поехали, давайте налево. Такой пустынный ландшафт, нет никого. Вообще, левый, верхний край карты тут, в принципе, ничего и нет. Без трафика тут вообще грустно, скучно. Ну, посмотрим. Так, я вижу, что там какие-то дома. Слушайте, а вот тут я уже не был. Это вот уже точно какой-то маппинг. Вот этого дома не должно быть. Это ведь дом? Да, дом. А что тут можно делать? Да, в принципе, ничего. Я там смотрю, он изнутри пустой. Ну, хорошо. Домик стоит. Возможно, тут когда-нибудь будут что-то строить. Так, вот это я, как я понимаю, это город Арзамас. Нам туда не нужно. Там дорога заканчивается. Мы едем вон туда, на завод. Там должно быть и зерцо такое, но это я знаю. Да. Волга, конечно, шикарная. Ест она бензина не очень много. Посмотрите, какие-то машины есть. Ну-ка, я тут первый раз. Я не знаю, что тут есть. Мне тут не застрелят. Может, это какая-то сходка. О-о-о-о, вовремя я приехал. Тут бандиты стреляются. Я лучше поеду отсюда, а то сейчас меня еще выстрелят. Знаете, умею я приезжать, приходить, приплывать в ненужное время, в ненужное место. Но вроде как у нас все хорошо. Мы благополучно отсюда уезжаем. Так, понятно. Тут, знаете, что устраивают у нас свои разборки бандиты. Стена на стену. Все в стиле 90-х. Хорошо. Это увидели? Хорошо. Хорошо, хорошо. Что-то много раз говорю хорошо. Там какое-то сооружение. Ну, давайте туда, что ли, съездим. Не по дороге, но ладно. Вот, мы сейчас на дорогу выйдем. Это вроде как какая-то гоночная трасса, да? Мы сюда, я надеюсь, заедем? Вроде как да, тут открыто. Окей, аккуратно. Не разбить бы Волгу. Тут можно устраивать соревнования, наверное. Кем-нибудь погонять. Ну, вот с кем погонять? Да, тут вроде как открыто. Там какие-то ангарчики. Давайте туда заедем, посмотрим. Ну, тут типа машины чинить. 6, 7, 8, 9, 10. У нас, короче, ангарчиков таких. 10 машин может участвовать в гонке, как я понял. Ну, давайте уже на саму трассу, если тут вообще будет открыто. Как на нее заехать? Тут опять какое-то строение. Все закрыто. Сама трасса закрыта. Тут, я так понял, точно нельзя проехать. Хорошо. Будем искать другой ход. По периметру, возможно, объедем. Я даже не знаю. Там вот точно не проехать. Давайте лучше попробуем. А то я сейчас уеду опять не знаю куда и не найду вход. Там вроде какая-то дорога. Но эта дорога не трасса. Ага, вот выход, вход. Куда только? Какое-то поле, площадка, забор сливается. Нет, тут закрыто. Явно не сюда. Да, в криминальной России можно долго блуждать. Тут тоже все закрыто. Хорошо. Я делаю выводы, что это не вход. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. А если я вот так вот сейчас насквозь проеду, возможно, это будет... Опа! Смотрите, мы выехали на трассу, кажется. На гоночную трассу. Это типа пидстоп. Все, мы на трассе. Погнали. Да, конечно, это нельзя назвать гонками, потому что моя Волга совершенно не валит. И даже... Она вот заднеприводная. Она, знаете, даже в занос не хочет заходить, потому что скорости не хватает. Ну, допустим, тут можно гоняться. Возможно, с кем-нибудь даже сюда приехать и посоревноваться. Аккуратно. Давайте сейчас кружок проедем. Слушайте, белая Волга прямо вот самое то. То, что нужно. А не голубая, которую я хотел в прошлый раз, когда мы в автосалон ездили. Ну, купил, купил. Я могу, кстати, цвет поменять в любой момент. Если мне этот цвет белый надоест, я поменяю на какой-нибудь другой. Но это все будет уже не скоро. Посмотрим. Мы круг уже проехали или нет? А вот все, уже проехали круг. Ну, давайте сейчас уже тут. Финишный прямой. Давай. Максималочку выжмем. Давай. 51, 54, 55, 56, 57. Нет. Я думаю, что он не сможет выжить. Максималочку из этого можно... Нет, 69, все. Отлично. 69 километров в час. На этой машине, если даже захочешь нарушить, не нарушишь. Потому что она разгоняется очень долго. Ой, ее я провалил сейчас. Наверное, я поцарапал ее, но нет. Хорошо. Едем в тот город, который я хотел изначально. Трасса прикольная. Мне нравится. Что еще могу сказать? Да ничего. Едем дальше. Бандитскую разборку я не хочу смотреть, как там у них продвигается. Поехали по полям. Тут вообще за езду по полям администрация банит, но... Мы в такой глуши, что я думаю, что тут на администратора мы не наткнемся. Так, Волга, давай. Это для тебя препятствие. Этот холмик, ну, вроде-то, его преодолело. Вот так вот. Вон, кстати, город уже виден. Аккуратненько на трассу. Ой-ой-ой, ее занесло нас. Давайте выпрямляемся. Аккуратно. И все, неторопливо едем. Можем включить аварийку. Только зачем она нам нужна? Так, левый-правый поворотник работает. Все вроде как прилично. Нормально. Пара работают. Бензина 70 литров почти. Этого должно хватить. Поехали в город. Вон храм у нас какой-то, кладбище, как я понял. А тут и стройбый дымок идет. Там кто-то живет, видимо. Как называется? Новая Эдва называется. Это поселок. Тут тоже он какой-то дым идет. Почему летом топит печку, я не знаю. Красный свет, ну ладно. Слушай, там какие-то машины есть. Давайте посмотрим. Ой, тихо. Смотрите. Я собрал столб и вроде как машина даже не поцарапалась. Вот что значит Волга. Вот что значит сделанного с СССР. Так, тихо. Ага. Значит, тут, как я понял, можно брать машины. Так, продуктовая база Новая Эдва. Хорошо, понятно. Продуктовая база. То есть тут берут машины, люди, работающие, как называется, бензодоставщиком. Как правильно назвать? Ну, короче, доводчиком. Каким доводчиком? Топливная база. Работающие на фурах и развозящие топливо. Я не могу правильно это сформулировать, но я думаю, что суть ясна. Это что такое с текстурами? О, смотрите, дорога просто в никуда. Аккуратно тут. Может быть, обрыв. Ой-ой-ой. Нива, Нива, Нива. Какая Нива? У нас Волга. Что-то я это... Нива сказал. Странно. Только Нива, наверное, может скарабкаться на такое. Нет. Волга наша тоже еще намного способна. Ну, ладно. Допустим, этот город мы посмотрели. Тут, в принципе... Вот, вот, можно скутер взять на прокат, если Волга наша сломается. Так. Бизнес какой-то. Ну, я думаю, что тут точно невыгодно иметь бизнес, потому что сюда вообще никто не заезжает, наверное. Реклама радио. Какого радио, не знаю. Ну, по Гремль. Полагается немножко. Загружается, наверное, карта. 62 литра. Я не знаю, разный или расход у разных автомобилей тут. То есть, я имею в виду, у каждого автомобиля, скорее всего, свой расход. Но этого я, конечно, не знаю. Ну, поехали тогда в Кремль. Посмотрим, что там. Там лестница какая-то. Там вообще озеро какое-то. Ну, скорее всего, там что-то с текстурками не так. Тут же все-таки немного изменили. Тут убрали траву с полей, чтобы меньше жрало фпс, чтобы было удобнее играть. Но какие-то такие баги присутствуют, конечно. Так, ну, в принципе, в Кремле, я вам скажу, делать нечего. Я даже заезжать сюда не буду. Поехали вниз. Вот сюда. Возможно, там будет дорога. Возможно, не будет. Я, конечно, не уверен. Я карту не так хорошо знаю. Нет, смотри, там вроде есть какая-то дорога. Да, точно, я доеду. Аккуратно. Главное, машину не поцарапать. Это уже дорога. О, смотри, мы сейчас до города доедем другого. Даже там побываем. Слушайте, для кого построили эти дороги? На них же вообще никто не ездит. Совершенно. Город такой небольшой, но, в принципе, такой, знаете, развивающийся тут. Вон многоэтажки, смотрю, строят. Интересно, тут можно купить квартиру? Я тут купил квартиру. А что, тут как в деревне? Тихо, нет никого. Ой, какие там проблемы за бортом у нас. Но это не важно. Там сквозь камень вода просочилась. Знаете, очень прикольный городок такой, небольшой, далеко от всей этой суеты серверной. Можно просто тут поселиться, небольшой группой человек действий, и вот тут тусоваться. К вам никто никогда не приедет, потому что это слишком далеко. Ну, знаете, этот город мне пока что больше всего нравится. Вот какие дома красивые, новые. Прорисовывается все на ходу, но это ладно. Ух ты. Дайте зайти во двор сразу. Нифига себе. С одной стороны дом коричневый, с другой серый. Вот это чудеса. Ну, поехали куда-нибудь еще тогда. Тут какой-то парк, я так понял, да? Ну, да, что-то похоже на парк. Все у нас на ходу прорисовывается магазин оружия. О, там машина чета. Знаете, что все-таки кто-то бывает. Знаете, дом среди гор. Какой-то. This is better. Типа, this is Sparta, но this is better. Вот так вот. Слушайте, действительно, как вот в маленькой деревушке. Я вот тут купил дом, вот серьезно, прям говорю, еще раз повторюсь. Очень прикольно тут. Вот по такой дороге гонять. О, самое то, самое для Волги. Баня. В баню, наверное, нельзя зайти. Тут на что? Тут у нас табак продают. Давайте посмотрим, что именно там продают. Мясо, молоко, часы работы, табак. Ну, тут ничего не видно, тут все плохого качества. Тут не только табак продают. Тут вон чипсы есть и пиво. Вот я вижу Киткат. Что еще? ММДМС. Ну, в общем, много чего есть. Такой ларек продуктовый, который есть в каждом городе. Ну, что это я к ларику привязался-то? Поехали дальше. Смотреть. 5-Speed World. Не знаю, что это, наверное, реклама Need for Speed, но вряд ли. Так, тоже магазинчик какой-то. Отлично. Тут и банкомат есть. Слушайте. Отличный город. Тут все, что нужно, есть. Правда, тут дворы какие-то, знаете, не очень. Земляные. Тут даже асфальт не закатали. Ну, ладно. Все-таки это тут все простительно. Ну, что, тут вроде как ничего больше интересного нет. О, во двор можно заехать. О, что это такое? У меня все залагало. А давайте сюда зайдем, что это такое? Сразу с вами прощаюсь, если у меня игра вылетит. Что произошло? Ничего не произошло. Ну, хорошо, допустим. Возможно, невозможно, а скорее всего это просто починка. Бизнес продается в закрытый клуб Барсук. Хорошо, давайте зайдем в клуб. Просто тут уже пришли. Можно сюда зайти? Хотите в IT-бизнес? Да, конечно. Хочу. Отличный бизнес. Отлично просто. Я знаю, почему этот бизнес продается. Потому что вход тут забагованный. И, возможно, это просто обманка для дурачка. Да? Скорее всего, я сейчас просто разобьюсь. Бац. Все, смотрите. Я сейчас очнусь в больнице. Ну, на этом у нас уже заканчивается. Наши... Вам показал Волгу. Показал окрестности. Ну, а с вами был Герман. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok